Новый сельскохозяйственный год В Минсельхозе считают, что если аграрии соберут свыше 125 миллионов тонн, то внутренний рынок будет обеспечен продовольствием и в квоте не будет смысла. Об этом рассказали газетки «Ведомости» несколько представителей компаний-трейдеров, которые участвовали в совещании, которое проводил Минсельхоза России. Что касается подсолнечника, то до 31 августа, как мы уже говорили, экспорт будет проходить в разрешительном режиме. То есть фактически подсолнечник за границу не уедет. Масложировой союз приветствует это решение Евразийской экономической комиссии и сообщает, что несмотря на рекордный урожай культуры, маслоперерабатывающие заводы закружены всего на 80%. Так что резерв переработки еще есть. В комментариях вы писали, что уменьшаете площадь под подсолнечником и в целом это отражает тенденцию по стране. Если в прошлом году культура занимала 8 миллионов 580 тысяч гектаров, то в этом году подсолнечник аграрии посеяли только на 8 миллионах 300 тысяч гектаров. Однако площади довольно значительные все равно. Уборка зерновых на юге России продолжается. Гидрометцентр сообщает, что погода благоприятствует работам, дожди закончились и влажность позволяет убирать пшеницу. Однако, например, на Ставропольском крае урожайность этой культуры не радует. Вот что рассказал министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников на совещании с Минсельхозом России. Полным ходом идет уборка. Обмолочено на сегодняшний день 600 тысяч гектаров. Роман Владимирович отметил, что урожайность 25 сантиметров с гектара практически намолочена полтора миллиона тонн. Минус по отношению к прошлому году 27% на сегодняшний день идет. По качеству зерна. 71% это зерно продовольственное, из них 35% это третий класс, 36% четвертый класс, но и остальное 29% это фураж. Говоря о ценах, цены сегодняшнего дня 13-13500 это третий класс, 12-800-12500 это четвертый класс, 12 рублей фураж и 11-211 стоит сегодня ячмень. Ставропольский филиал центра оценки качества зерна сообщает, что показатель натуры у ячменя варьируется от 580 до 660 граммов на литр. У пшеницы от 680 до 800 граммов на литр. Другие качественные характеристики вы видите на экране. Из-за низкого показателя натуры отдельные партии пшеницы, несмотря на высокое содержание белка, нельзя было причислить к продовольственной. В Краснодарском крае ситуация чуть получше, обмолочено свыше 400 тысяч гектаров, собрано как минимум 2 миллиона тонн зерна. Министр сельского хозяйства Федор Дирека отметил, что урожайность сильно отличается в зависимости от района. Есть хозяйства, где получают и до 70 центнеров пшеницы с гектара. Хорошие показатели у РАПСа. Урожайность этой масличной культуры выросла на 1,5 центнера в среднем с гектара и сейчас составляет 26,3 центнера с гектара. Однако многие фермеры на собранный урожай смотрят с печалью, например, в Белоглинском районе, который сильно пострадал в этом году от заморозков и засухи. Вот что рассказал нам фермер Владимир Ткаченко, который в этом году, как и его соседи, соберет примерно в половину меньше зерна, чем в прошлом году. «Самые лучшие посевы, которые были с осени, дают где-то в пределах 19-20 центнеров. Те, которые были чуть попозже посеянные и не так были развиты, где-то в пределах 30-35, где поля попали под дождь, там 45 в этом роде. И два раза. Обычно урожай у нас где-то в среднем 60, когда 58-65 бывает, ну в пределах. Короче, настраивались на 60. Еще была сделана на 60, мы получаем урожай в среднем, наверное, ну может быть по хозяйству выйдет там чуть-чуть. Посмотрим, я вижу, там чиновники рапортуют о высоких урожаеях, но все, сколько ни разговаривали, урожаев нет. Может быть средняя полоса будет убирать высокую урожайность, но опять это все рапорты чиновников, посмотрим». В Ростовской области районы также приступили к уборке, но урожайность пока не радует. Возможно, это связано с тем, что аграрии по традиции начинают молотить пшеницу с самых худших полей. Ну, в Зерноградском районе, например, опрошенные нами хозяйства говорили, что там, где не получали 50 центнеров с гектара, сегодня поля дают только 30. Там, где урожайность достигала на круг 62 центнеров с гектара, сегодня получают 45-40, а то и только 37 центнеров с гектара. Ну, более конкретные цифры будут, наверное, в следующем выпуске. Если пшеница горит от солнца или засухи, то с этим ничего не поделаешь. Обидно, когда урожай пропадает по вине человека. Минсельхоз Ставропольского края сообщил, что с начала уборки сгорело уже 445 гектаров зерновых культур. Зарегистрировано 13 возгораний на полях, где уже созрел урожай. В прошлом году огонь на Ставрополье уничтожил 546 гектаров. Сгорели также служебный автомобиль, комбайн и трактор. Российские власти ужесточают надзор за использованием сельскохозяйственных угодий. С 1 июля органы земельного надзора, после того, как они зафиксируют факт нецелевого использования земли, будут моментально сообщать об этом Федеральную налоговую службу. Зачем это нужно? Сейчас для земель сельхозназначения установлена льготная ставка налога 0,3% от кадастровой стоимости участка. Для всех прочих земель установлена ставка в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка. Доначислить налог до 1,5% можно, если доказать факт нецелевого использования земли. Но если раньше этот вопрос, как правило, решался через суд, то сейчас до начисления будут идти аграриям автоматически. Изменения не коснется только личных подсобных хозяйств, а также дачных и садовых участков. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали, что вступил в силу приказ Минсельхоза России, который обязывает аграриев оповещать Россельхознадзор о планируемом севе семян или посадке саженцев, которые были ввезены в Россию из-за рубежа. Это нужно для того, чтобы специалисты организации могли вовремя выявить карантинные объекты в посевном материале. Этот порядок действует с 4 мая, однако аграрии не спешат оповещать Россельхознадзор о планируемых работах. Так, Южное межрегиональное управление Россельхознадзора на днях сообщило, что с момента действия этого приказа, то есть с 4 мая, за прошедшие 2 месяца, оно получило всего 3 уведомления. И то от крупных сельхозпроизводителей. Специалисты Россельхознадзора проверили семена огурца и также больше 200 тысяч саженцев винограда и яблок. Ну, напоминают еще раз, что необходимо оповещать ведомство, чтобы не случилось беды. С 1 июля молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира будут облагаться льготным налогом на добавленную стоимость. Ставка НДС составит всего 10%, как и для молочных продуктов. Льготный НДС будет распространяться на сухие молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, а также на молочные напитки, коктейли и на кисель. Применять ставку в размере 10% можно будет как при реализации молочных товаров на внутреннем рынке, так и при импорте этих товаров в Российскую Федерацию. С 1 июля закончилось действие антивирусного предложения от Росагролизинга. Однако сельхозпроизводителям Ростовской области повезло. Совместно с Минэкономразвитие региональная лизинговая компания Ростовской области объявила для донских аграриев новый проект, новый продукт антикризисный. По нему ставка удорожания сельхозтехники составит 4,25%. Приобрести можно любую сельхозтехнику, автотранспорт и спецтехнику. Пакет необходимых документов сокращен. Кроме того, аграриям может быть предоставлена рассрочка уплаты авансового платежа в течение календарного года. Сумма финансирования лизинговой сделки от 300 тысяч до 2,3 миллиона рублей. Срок предоставления лизинга от 24 месяцев до 60 месяцев. Кроме того, Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей объявило о новом микрофинансовом продукте, который называется Рестарт. Согласно этому продукту можно получить займ на сумму от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей, который может быть предоставлен на срок до 2 лет. В зависимости от периода, на который выдаются средства, а также в зависимости от залога, процентная ставка кредита составит от 1% до 4,5% годовых. В принципе, этот продукт был рассчитан на ресторанный бизнес. Однако, указано на сайте правительства Ростовской области, любой предприниматель из любой сферы может воспользоваться программой Рестарт. Ростовское региональное агентство Половина площади, заселенная Саранчой, приходится на Республику Калмыкия. Здесь площадь увеличилась практически вдвое за месяц, с 42 до 76 тысяч гектаров. Также значительная площадь была выявлена в Волгоградской области. Сейчас Саранча распространена на 44 тысячах гектаров. В Ростовской области и Краснодарском крае ситуация чуть получше. Около 9 тысяч и около 4 тысяч гектаров соответственно. В Калмыкии и Волгоградской области, в районах Ленинском, Среднеохтубинском и Быковском были введены режимы повышенной готовности в связи с угрозой распространения Саранчи. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вас волнует, о чем бы вы хотели услышать в следующем выпуске.